Витапульс. Рада вас приветствовать на нашем образовательном мероприятии. Надеюсь, наша новая площадка вам понравится. Буду очень ждать ваших отзывов о ней. Мы с вами начинаем сегодняшний наш вебинар. Продолжаем тему основок физиологии. Сегодня тема под названием «Женские половые гормоны. Основные индексы АПК Витапульс связаны с эдокринным балансом». И наш замечательный эксперт Елена Алексеевна Рчипасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета и специалист отдела поддержки пользователей компании «Диаквант». Хорошего вам суббота. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем разговор об эндокринной системе. Сегодня по аюрведическим представлениям девятая железа внутренней секреции – это в зависимости от организма либо яички, если говорить о мужском организме, либо это называют еще семенники, либо это яичники, если мы будем говорить об организме женщины. А сегодня речь как раз и пойдет о женских половых гормонах. Чтобы нам говорить о роли этих гормонов, давайте немножечко познакомимся с анатомией женской половой системы. Итак, женская половая система представляет, прежде всего, это яичники, как мы сейчас с вами уже выяснили, железа. Мы сегодня будем проговорить про нее более конкретно. И скажем, что это железа – смешанная секреция. Далее это маточные трубы, или по-другому называются фаллопиевые трубы, или яйцеводы. Это матка. И, соответственно, это влагалище. Ну и наружные половые органы. Так вот, начнем с яичников. Яичники – это железа смешанной секреции, потому что, с одной стороны, эта железа выполняет эндокринную функцию, а с другой стороны – экзокринную функцию. Эндокринная функция связана с продукцией женских половых гормонов, о которых мы сегодня будем говорить, а экзокринная функция связана с продукцией женской половой клетки, яйцеклетки, которая созревает каждый месяц в количестве обычно одна. Затем созревшая яйцеклетка выбрасывается в брюшную полость совершенно свободно, и бахромками, вот бахромки, на, скажем, окончании маточной трубы, она как бы вот забирается и проталкивается уже по маточной трубе, двигается и попадает в полость матки. Если наступает оплодотворение яйцеклетки, то оплодотворение всегда наступает в просвете маточной трубы, и затем уже оплодотворенная яйцеклетка продвигается в полость матки, где она имплантируется, где создаются все условия для того, чтобы произошла нормальная имплантация плодного яйца и нормальное вынашивание беременности, которая была затем закончилась родами и, соответственно, движением плода уже через влагалище выходит, будем так говорить, наружу. Итак, женские половые гормоны, гормоны, которые продуцируются яичниками, эндокринным аппаратом. Это два основных гормона, это эстроген и прогестерон. Именно эти два гормона оказывают наибольшее влияние на функцию женской половой системы и не только половой системы, именно эти два гормона определяют в целом жизнь женщины, ее состояние, ее настроение, ее поведение. Итак, яичник. Это центральный орган репродуктивной системы, вот он, женская половая железа, в нем ежемесячно происходит созревание одной яйцеклетки, вот здесь схематично показано, как яйцеклетка выбрасывается из яичника и двигается в просвет маточной трубы. И, соответственно, сейчас мы сказали, вторая функция эндокринна, это продукция гормонов, гормонов эстрогенов и прогастеронов. Но организм женщины устроен интересно, сложно, потому что эти гормоны вырабатываются яичником не всегда, не всегда в одинаковых количествах, а регуляция выработки этих гормонов определяется многоуровневой системой регуляции, где центр, так скажем, управления выработки и гормонов и созревания яйцеклетки происходит в железах, которые располагаются совершенно в ином месте. И, как мы говорили на прошлом вебинаре, это железы первого и второго уровня, железы, которые располагаются в головном мозге, к ним относятся гипоталямус, железа первого уровня, и гипофиз, железа второго уровня. Именно здесь происходит, скажем, основное регулирование всем тем, что будет происходить на периферии, на периферии, то есть вот со стороны яичника. Именно в гипоталямусе вырабатываются очень важные регулирующие гормоны, которые мы будем называть релизинг-факторы. Эти гормоны оказывают свое влияние на гипофиз. Гипофиз уже будет выделять тоже циклично в зависимости от фазы цикла, о которой мы сегодня будем говорить, два тропных гормона. Общее название у этих тропных гормонов гонадотропные гормоны, которые включают в себя ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, и второй гормон, лютеинизирующий ЛГ. И вот именно эти тропные гормоны, которые работают каждый в свою половину цикла, оказывают влияние на работу яичника. Ну вот, теперь давайте посмотрим, как это выглядит схематично. Нужно сказать, что между гипоталямусом, гипофизом и яичником существует не только прямая связь, не только команда подается сверху, но существует еще и обратная связь, то есть яичники, которые выполняют свою функцию, продукцируют свои гормоны, и именно уровень этих гормонов в крови, он оказывает свое регулирующее обратное влияние на структуру центральной нервной системы, то есть гипоталямус и гипофиз. Поэтому механизм регуляции сложный, многоуровневый, существует как по прямым связям сверху вниз, так и по обратным снизу вверх. Итак, гипоталямус вырабатывает релизинг гормона. Релизинг гормоны оказывают влияние на гипофиз. Гипофиз выделяет, будем так сразу уже говорить, что это стимулирующий гормон, который, посмотрите, оказывает влияние на яичник и способствует тому, что прежде всего это будет выделяться эстрогены и, если говорить об эндокринной функции, фолликулостимулирующий гормон, так и называется фолликулостимулирующий, он стимулирует рост фолликулов, а значит и созревание яйцеклетки. Это те гормоны, которые работают в первой половине цикла, это гормоны так называемой фолликулярной фазы. Вторая же половина цикла работает гормон гипофиза лютоинизирующий, который также оказывает влияние на яичник, но действие этого гормона уже немножечко другое. Этот гормон, так скажем, влияет на продукцию прогастерона, прогастерон, это второй гормон, который вырабатывается яичниками, и влияет на процесс овуляции. И вот так циклично происходит течение менструального цикла. Первая половина, овуляция, вторая половина. Затем концентрация этих гормонов, как уже было сказано ранее, оказывает влияние на центр гипоталямуса. Итак, эта цикличность, она формирует менструальный цикл. Что же такое менструальный цикл? Менструальный цикл – это период от одной менструации до следующей. Менструальный цикл считается с первого дня начала менструации. То есть первый день менструации – это первый день очередного менструального цикла. Циклы продолжаются по-разному. Они могут быть от 21 дня, самый короткий цикл, до 35 дней. Но опять же в среднем, потому что цикл может быть 37 дней, 38, 20 дней. Это наиболее средний разброс значений цикла 21-35. Ну а мы с вами сегодня будем вести речь о 28 дневном менструальном цикле, который считается наиболее физиологичным и соответствует лунному месяцу 28 дней. Итак, менструация начинается в подростковом возрасте, где-то будем говорить 12-13 лет. Первая менструация называется менархи. Менструация начинается в тот момент, когда наступает половая зрелость, то есть созрела первая яйцеклетка. Созрела первая яйцеклетка, начинается менструальный цикл, и это говорит о том, что организм становится половозрелым, и он уже готов, он созрел для, так скажем, вынашивания плода. Итак, с этого момента, как начались первые менструации, организм работает в цикличном режиме, каждый месяц созревает яйцеклетка и работают циклично, сменяя друг друга женских половых гормонов. Это продолжается до наступления менопаузы, когда гормональный фон постепенно истощается и никакой цикличности и активности гормонов уже не наблюдается. Итак, основным смыслом менструации и менструального цикла это подготовка организма женщины к зачатию ребенка, к вынашиванию этого ребенка и соответственно родом. Вот если мы возьмем весь менструальный цикл, мы будем говорить о 28-дневном цикле и разделим его на две половины, то первая половина менструального цикла, которая будет у нас начинаться, будем так условно говорить, с первого дня до середины, то есть это где-то до 13-14 дня, то смысл этой первой половины цикла он заключается в том, чтобы созрела яйцеклетка, половая клетка, яйцеклетка, для того, чтобы подготовить ее для возможного наступления беременности, то есть для ее оплодотворения. В это же время происходят изменения и в матке, то есть в матке возникают такие изменения, которые направлены, подготавливают внутреннюю оболочку матки, внутреннее состояние для того, чтобы туда могла имплантироваться оплодотворенная яйцеклетка. Если яйцеклетка оплодотворяется, то соответственно она имплантируется в матке и с этого момента цикличность, о которой мы сейчас говорили, вот эта гормональная цикличность, она прекращается. Прекращается менструальный цикл и наступает беременность. И тогда уже работают немножечко другие гормоны, которые направлены на сохранение беременности. Если же оплодотворение не происходит, то яйцеклетка погибает. Продолжительность яйцеклетки, так скажем, жизни, продолжительность жизни яйцеклетки невелика. где-то в среднем около трех дней. Если за это время оплодотворения не наступило, яйцеклетка гибнет. Итак, мы делим цикл на две фазы. Между этими фазами осуществляется очень важный процесс, который мы называем овуляция. Итак, давайте все по порядку. Первая фаза цикла называется фолликулярной. Именно в этой фазе в яичнике происходит развитие фолликула. Фолликула, в котором происходит созревание яйцеклетки. И на это тратится примерно половина цикла. Как мы уже сейчас сказали, первая половина цикла работает фолликулостимулирующий гормон ипофиза и соответственно в это время идет обладание эстрогенового фона. То есть первая фаза это преобладание эстрогенов. Основными женскими половыми гормонами являются эстрогены. Это такое общее название эстрогены, интегрирующие оно. На самом деле эстрогены, как вы видите, бывают нескольких видов, разделяют туда по цифрам. Называются они эстрон, эстрадиол, эстриол, эстетрон, но мы будем объединять их под общим названием эстрогены. Какую же функцию в организме женщины выполняют эстрогены? Прежде всего это на половую функцию они влияют. Отвечают за протекание менструального цикла, обеспечивают эту смену цикличности работы гипоталямуса, обеспечивают созревание яйцеклетки, готовой к оплодотворению. Это основная так будем говорить половая функция. Но помимо этого эстрогены в организме женщины выполняют еще ряд очень важных функций. Смотрите, эстрогены обеспечивают защиту сосудистой стенки от скопления холестериновых бляшек. Таким образом защищают организм женщины от развития атеросклероза. Но именно в тот момент, когда гормональный фон активен. Тогда, когда наступает менопауза, то такой защитной функции эстрогенов уже не наблюдается. Далее. Гормоны эстрогены участвуют еще в регуляции водно-солевого обмена. Посмотрите, гормоны эстрогены увеличивают плотность кожи, влияют на состояние кожи и способствуют ее увлажнению, а также регулируют состояние сальных желез. Поэтому состояние кожи это заслуга работы эстрогена. Тогда, когда происходит истощение эстрогенового фона и наблюдаются и вот эти возрастные изменения на коже. Сухость кожи, увядание кожи. Эстрогены поддерживают прочность костной ткани, задерживают в кости кальций и фосфор, таким образом влияют на прочность костей. В связи с этим, когда происходит истощение гормонального фона, этого уже не наблюдается и для женщин в возрасте состояния менопаузы характерны явления, которые связаны с остеопорозом, то есть с повышенной пломкостью костной ткани. И, конечно же, эстрогены это гормоны, которые влияют на половое поведение женщины. Мы не будем спорить, что поведение женщины и мужчины они отличаются. Так вот именно эстрогеновый, эстрогеновый фон определяют такое состояние, которое называется эстрос, то есть охота, половое поведение и все, что с этим связано. Итак, закончилась первая половина, наступает середина цикла и в этот момент наступает овуляция, то есть разрела яйцеклетка. Фолликул, который созревал в течение первой половины, разрывается и из него выходит совершенно зрелая, готовая к оплодотворению яйцеклетка. Сначала она попадает в свободную брюшную полость, а зачем? за счет бахромок, вот как здесь показано, она забрасывается в просвет маточной трубы. Посмотрите, когда рождается девочка, то в ее яичниках уже так скажем хранится около 300-400 тысяч яйцеклеток. Большой запас прочности. Но с наступлением половую зрелость ежемесячно созревает по одной яйцеклетке. Итак, середина цикла овуляция. Яйцеклетка готова к оплодотворению. Значит, мы делаем вывод, что этот период самый благоприятный для наступления беременности. Овуляция происходит всегда на пике концентрации лютеинизирующего гормона, гормона гипофиза, гормона, с которого, которым обусловлена вторая половина цикла, лютеинизирующий гормон. Итак, очень важно установить момент овуляции. Он интересен в самых различных вариациях. Он интересен для тех, кто, скажем, заинтересован в наступлении беременности. Очень важно установить время овуляции. И, соответственно, для тех, кто не настроен для наступления беременности. и этот период можно высчитать, установить и пользоваться так называемым естественным способом контрацепции, зная тогда, когда возможен период наступления, максимальный период наступления беременности. Итак, когда же самый благоприятный момент для наступления беременности? Это определенные дни цикла. Это не весь 28-дневный тенниструальный цикл. Это 3-4 дня до овуляции. Почему мы говорим до овуляции? Ну, потому что сперматозоиды, они тоже обладают определенной продолжительностью жизни. Далее, это сама овуляция, и это где-то примерно 1-2 дня после нее. Вот середина цикла, грубо будем говорить, где-то неделя середины цикла, период наиболее благоприятный для наступления беременности. Следующая фаза, вторая фаза менструального цикла, это лютеиновая фаза. Лютеиновая, потому что главным гормоном гипофизарным в это время является лютеинизирующий. Или по-другому эту фазу называют фазой желтого тела. Что же такое желтое тело? Желтое тело на самом деле это железа внутренней секреции, временная железа внутренней секреции, которая образуется в яичнике на месте разорвавшегося, лопнувшего фолликула. И вот он, фолликул, да, вот он разрушился, из него вышла яйцеклетка, и из него образуется желтое тело. Вот это желтое тело, оно начинает продуцировать второй половой гормон, женский половой гормон, гормон второй половины цикла, который называется прогестерон. Продолжительность этого периода, второй половины цикла, составляет, как вы видите, примерно 12-14 дней. Основная задача прогестерона, которая выделяется желтым телом, это подготовка организма к возможной беременности. По-другому еще этот гормон, его так и называют гормон беременности. Влиянием этого гормона меняется и поведение женщины, и ее настроение, и происходят определенные перестройки в матке. Там осуществляется подготовка, направленная на то, чтобы сохранить, укрепить и дать возможность развиваться оплодотворенной циклетке. Итак, вторая фаза. наступает после овуляции, продолжается в норме, как мы сказали, где-то 10-12 дней. Главным здесь является гормон прогестерон, который выделяется желтым телом, и лютеинизирующий гормон, гормон гипофиза. Все создается, все условия создаются для того, чтобы подготовить организм и сохранить беременность. Но, значит, бывают такие, ну, бывают, беременность наступает нерегулярно, то, соответственно, если же беременность не наступает, то к концу цикла активность прогестерона будет снижаться. И вот те изменения, которые в матке происходят, они будут тоже, так скажем, довергаться обратному развитию. Давайте посмотрим, как это происходит циклично. Итак, если беременность не наступила, прогестероновыработка сокращается, функциональный слой эндометрия будет отторгаться и наступает менструальное кровотечение. И с этого дня будет начинаться следующий, первый день следующего цикла. Давайте посмотрим на вот этот рисунок. Зелененьким, да, у нас показана первая фаза цикла. это эстрогеновая фолликулярная фаза цикла, во время которой происходит созревание яйцеклетки. Это происходит до половины. Далее, 13-14 день осуществилась овуляция, вышла яйцеклетка, и этот период как раз называется периодом овуляции. Этот период, вот здесь схематично показан, наиболее благоприятный для наступления беременности. И вторая половина цикла, это работает прогестерон. Таким образом, лютинизирующий гормон и прогестерон. Если беременность не наступает, то наступает, так скажем, гормональное истощение. Происходит снижение активности и гипофизарных гормонов, и гормонов, которые вырабатываются в самом яичнике. И на фоне гормонального истощения и наблюдается отторжение слоя эндометрия и наступает менструальное кровотечение. Вот давайте посмотрим на графики, которые еще раз нам показывают, в какую фазу цикла какие гормоны работают. Итак, дни цикла с первого по двадцать восьмой. Первая половина цикла, вот она, преобладает активность эстрогенового фона, далее период овуляции середина цикла, далее идет вторая половина цикла и начинается рост активности прогестерона. И вот так в организме женщины это циклично и происходит. Вот то, что мы сейчас разбирали, давайте посмотрим, как это происходит уже в самом яичнике. Соответственно, перед нами яичник. И сейчас я пытаюсь стрелочку захватить. Давайте посмотрим. Вот у нас есть первичные фолликулы, которые закладываются с момента рождения. Первичные фолликулы начинают созревать с наступлением половой зрелости. И вот ежемесячно первая половина цикла, фолликулиновая фаза, фолликул растет, созревает, в нем яйцеклетка созревает, работают в это время эстрогены. Половина цикла наступила, фолликул разорвался, лопнул, из него выходит созревшая яйцеклетка. Овуляция наступила. Все готово для зачатия, для наступления беременности. На месте фолликула, который разорвался, формируется железо, внутренний секрет, еще раз хочу сказать временная, потому что она исчезает циклично также, желтое тело, которое продуцирует прогостерон. Если беременность не наступила, наступает инволюция этого желтого тела, гормональное истощение и наступает кровотечение. Вот так циклично в яичнике происходят изменения каждый месяц. Вот эти цикличные изменения, связанные с работой гормонов, можно, так скажем, отразить и зарегистрировать графически в виде регистрации базальной температуры. И вот сейчас вы перед собой видите график динамики базальной температуры, которая измеряется ректально, и благодаря построению этого графика можно в домашних условиях установить время наступления овуляции, а значит время максимальное для зачатия. Итак, первая половина цикла. Температура базальная, как вы видите, меньше 37 градусов, вот по дням она регистрируется и откладывается. Ближе к половине цикла наблюдается некоторое снижение базальной температуры, а после того, как овуляция наступает, температура, обратите внимание, она повышается. Она повышается и становится выше, чем 37 градусов. И вот этот скачок, он и свидетельствует о наступлении овуляции. Далее, вторая половина цикла, температура сохраняется выше 37 градусов, где-то 37,2, там 37,3. И так продолжается практически всю вторую половину цикла и к окончанию цикла температура начинает несколько снижаться, то есть становится ниже, чем 37 градусов. Вот такой двухфазный характер кривой. Давайте теперь это более четко характеризуем. Итак, на графике появляются две фазы. Первая половина цикла эстрогеновая, яйцеклетка созревает, ее нет. Температура до 37 градусов, где-то за сутки до наступления овуляции температура несколько снижается и потом резкий скачок температуры выше 37 градусов. Все, это считается, что овуляция наступила. И дальше вот эта температура, она держится практически до окончания цикла выше 37 градусов. Еще раз давайте посмотрим на эту кривую. Значит, построение этой кривой дает возможность, это не что иное, как называемый календарный естественный метод контрацепции, который можно использовать в зависимости от поставленной задачи. Либо определить время максимальное лучшее для наступления беременности, либо наоборот обойти это время. Но бывают такие ситуации, когда цикл происходит без овуляции, то есть яйцеклетка не созревает. Циклы называются анавуляторными. И если проследить графическую регистрацию базальной температуры при анавуляторном цикле, то здесь никакой уже двухфазности не видно. изображение этой регистрации температуры характерны как раз для анавуляторных циклов. Анавуляторные циклы в норме бывают совершенно здоровых женщин, но в течение года они так скажем появляются 2-3 анавуляторных цикла. С возрастом количество анавуляторных циклов становится больше. Итак, давайте посмотрим еще раз на те цикличные изменения, которые происходят в организме женщины и определимся, как можно пользоваться календарным способом контрацепции. Будем отталкиваться от того, что цикл регулярный. Вообще рекомендуется установить регулярность цикла и вообще продолжительность цикла. Это если в течение года, ежемесячно, производить измерения базальной температуры и строить кривые динамики базальной температуры. Итак, если цикл стабильный, то есть из месяца в месяц он одной и той же продолжительности, то есть будем говорить, стабильный в среднем 28 дней, он может быть стабильный и 30 дней, каждый месяц цикл 30 дней, он может быть стабильный каждый месяц из месяца в месяц 35 дней. Это говорит о его стабильности. Но будем отталкиваться от средней продолжительности 28-дневного цикла. Итак, мы с вами выяснили, что овуляция происходит в середине цикла, то есть где-то 14-й день. Бицеклетка готова, она только-только появилась и это самый благоприятный момент для зачатия. Но терматозоиды живучи, у них есть тоже определенная продолжительность времени и соответственно выделяют, так будем говорить, опасные дни для зачатия. Для кого опасные, для кого благоприятные. Итак, это где-то по максимуму берем 4 дня до овуляции. Соответственно, 14-й день овуляция наступила, отнимаем 4 дня, получаем 10-й день цикла, то есть с этого дня возможно наступление временности, возможно зачатие. Дальше, яйцеклетка живет непродолжительно где-то дня 3, по максимуму берем, то есть прибавляем 4 дня к середине цикла, то есть к 14-му дню. Соответственно, 14 плюс 4 мы получаем 18-й день. Таким образом, мы с вами сейчас высчитали вот этот опасный в кавычках период или благоприятный период с 10-го по 18-й день при 28-ми дневном менструальном цикле. Если же цикл нестабилен, здесь ситуация будет несколько сложнее, потому что нужно знать продолжительность самого короткого цикла и самого длинного цикла в течение года. Итак, нужно заметить самый длинный и самый короткий цикл и из самого короткого дня цикла, давайте возьмем его как здесь приводится в качестве примера. Допустим, самый короткий цикл в течение года был 18 дней. Ой, нет, неправильно говорю. Давайте возьмем самый короткий цикл был 24 дня. Так вот, если из этого цикла 24-дневного нужно почитать цифру 18, мы получаем 6, то, соответственно, опасность начинается уже с 6-го дня цикла. Затем мы берем самый длинный цикл, пусть этот цикл будет 30 дней, то есть самого длинного цикла нужно вычесть 11, получаем 19. Таким образом, мы определили опасный период или период благоприятный для зачатия при нестабильном менструальном цикле он будет с 6-го по 19-й день. То есть продолжительность его увеличивается, потому что предугадать, какой продолжительности цикл будет в этот месяц невозможно. Соответственно, охватываются по максимуму самый, так скажем, маленький период и самый длинный с 6-го по 19-й день. это время возможное для наступления зачатия. Итак, вот все, что мы сейчас с вами разобрали, это называется календарный естественный гормональный метод контрацепции. Плюсы его, конечно, это физиологичность, доступность, каждый может измерить базальную температуру и таким вот образом высчитать опасные дни. Но, конечно же, есть и минусы. минусы, но, прежде всего, это низкая эффективность. Низкая эффективность и в эти опасные дни либо следует избегать половых контактов, либо пользоваться другими методами контрацепции. Сразу хочу сказать, что метод не очень надежный в плане контрацепции. Итак, давайте посмотрим на представленный слайд. и опять же цикл мы разделили на периоды повышенной фертильности либо наоборот нефертильный период, то есть невозможность наступления беременности. Все, что начинается с первого дня цикла, то есть с момента наступления менструации, в этот момент эстрогены являются главными, в этот момент яйцеклетка начинает только созревать, то есть яйцеклетки нет, нет клетки, которая готова к оплодотворению, значит беременность наступить не может. Соответственно, с того момента, как наступает овуляция, появляется яйцеклетка, готовая к оплодотворению, значит в этот период возможно зачатие наступления беременности, плюс длительность жизни сперматозоидов, плюс длительность жизни самой яйцеклетки. То есть это середина цикла. А уж какой продолжительности это середина цикла, мы сейчас с вами высчитывали и поняли это. То есть это, так скажем, максимальный период, фертильный период. Следующий момент. Яйцеклетка погибает, 3-4 дня живет, погибает, ее нет. Значит, соответственно, оплодотворять уже нечего. И это, так скажем, вторая половина. Ну вот здесь период разделили на три части. Это третий момент этого цикла. Соответственно, не фертильный оплодотворять нечего, беременность наступить не может. Итак, в начале цикла яйцеклетки нет, оплодотворять еще нечего. В конце цикла яйцеклетки уже нет. Тоже оплодотворить невозможно. Ничего, соответственно, беременность здесь не наступает. Вот опасный или наоборот благоприятный период наступления беременности. Давайте посмотрим дальше. Значит, вот этот вот гормональный фон, который меняется циклично, он приводит к тем изменениям, которые мы сейчас разобрали, но он влияет еще и на другие стороны жизни женщины. Итак, первая половина менструального цикла. Первый, второй день начала менструации длится первые две недели. Эстрогены плавные являются, руководят всеми процессами. И в этот момент женщина испытывает, так скажем, прилив силы энергии. У нее очень хорошее настроение, она активна, и эстрогены, их уровень – это залог женской красоты, женственности в целом, и это самый благоприятный период максимально хорошего настроения. Это первая половина цикла. Это то, что нам обеспечивают эстрогены. Середина цикла. Наступила овуляция. Длится не очень долго, да, сутки овуляция длится. И циклетка выходит, попадает в маточную трубу и дальше продвигается в полосматки. В этот момент изменяется поведение женщины, в это время повышается либидо. В это же время, будем так говорить, женщина расцветает. И проводилось ряд исследований, которые доказали, что в момент наступления овуляции максимум женской привлекательности. Женщина выглядит замечательно, у нее прекрасное настроение, и ее настроение меняется, и поведение меняется таким образом. В это время повышается половая активность, то есть организм всем своим видом, всем своим поведением показывает, что я готова для продолжения рода. Это называется половая охота эстроз. Вот это как раз середина цикла. Лютеиновая фаза, то есть вторая половина цикла, тогда, когда количество эстрогенов снижено. В это время повышается количество прогастерона и лютеинизирующего гормона. Про гастерон мы сказали, гормон беременности, который изменяет, так скажем, все физиологические процессы и стремится к тому, чтобы делать запасы, ресурсы, направленные на то, чтобы сохранить оплодотворенную циклетку и, так скажем, сохранить беременность. И поэтому поведение женщины тоже меняется. И прежде всего повышается аппетит. Дальше наблюдается миорелаксация, то есть идет снижение тонуса мускулатуры. В это время у женщины снижается работоспособность, она становится менее выносливая. В это время может произойти задержка жидкости в организме и второй половинный цикл, возможно, наступление отечности. Настроение, конечно же, меняется. Настроение меняется, оно, будем так говорить, ухудшается. Нет никакого прилива сил, быстрая утомляемость, возможно, недовольство, появляется агрессия. Экспрессия и капризность. И пик, так скажем, вот этого вот негатива, он проявляется где-то на второй-пятый день до начала менструации. То есть то, что принято называть и называют предменструальным синдромом. Чем обусловлен предменструальный синдром? Он обусловлен тем, что в организме женщины наблюдается гормональное истощение. Эстрогеновый фон снизился и еще не наступил момент для повышения уровня эстрогенов. Беременность не наступила, значит, соответственно, уровень прогастерона тоже постепенно будет снижаться. И все это приводит к тому, что мы сказали, в матке происходит отторжение внутреннего слоя и наступает менструальное кровотечение. И в поведении женщины такие вот изменения тоже наблюдаются. Вот мы с вами сегодня разобрали цикличность работы гормонов, разобрали механизм календарного естественного метода контрацепции. Но я хочу сказать буквально пару слов о механизмах гормональной контрацепции. Гормональная контрацепция – это так называемые оральные контрацептивы. Это гормоны эстрогеновые и гистогеновые. Они есть в различных модификациях, они могут быть комбинированного характера, либо это только эстрогеновые гормоны, либо какие-то моногормоны, либо это совокупность тех и других. Но смысл их направлен только на одно. Но эти гормоны, они останавливают овуляцию, они прекращают овуляцию. Значит, соответственно, при приеме гормональных контрацептивов не осуществляется созревание яйцеклетки, она не выходит в матушную трубу, ну а, соответственно, если нет яйцеклетки, воздворение невозможно. Также эти гормоны производят еще некоторые изменения, а именно сгущение слизи в шейке матки, то есть это препятствие для прохождения термопозоидов, происходит изменение внутреннего слоя матки, то есть невозможность для того, чтобы там имплантировалась оплодотворенная яйцеклетка, уменьшается перистальтика маточных труб. Почему? Потому что оплодотворение, это в норме, наступает в маточной трубе, а уже оплодотворенная яйцеклетка в дальнейшем продвигается в полость матки, там и имплантируется. Таким образом, вот на этом основано действие оральных контрацептивов, гормональных, гормональной контрацепции. Теперь о эрюдических аспектах, связанные с менструальным циклом. Нужно сказать, что вата-доша, она имеет отношение непосредственно к регулярности менструации и определении сроков менструации, а это цикличность работы гормонов гипоталямо-гипофизарного уровня, то есть центральные механизмы, ну в целом творение, будем так говорить. Пита. Пита-доша, она имеет отношение непосредственно к самому процессу менструации, превращение. И капха-доша в целом связана с плодовитостью, яйцеклеткой и единением, то есть все, что связано уже непосредственно с имплантацией, вынашиванием, беременностью и родами. Теперь давайте коснемся основных индексов аппаратно-программного комплекса «Видопульс», которые связаны с эндокринным балансом. Это модуль «Меридианы», «Биоэнергетика» и модуль «Медана». Если говорить о, так скажем, индексах АПК «Видопульс», я хочу сказать сразу, что каких-то конкретных маркеров, которые бы нам говорили, что есть изменения именно со стороны женских половых гормонов, конкретно нет. То есть мы можем оценить только косвенные признаки, косвенные маркеры, которые могут нас подтолкнуть на мысль о том, что здесь имеются какие-то изменения, связанные с цикличностью работы половых гормонов. Для того, чтобы установить какую-то более точную причину изменений, нарушений, прежде всего, это три таких, скажем, кита, на которых это основывается. Это анамнез, то есть опрос вашего пациента, это его осмотр, и уже третье – это непосредственно какие-то данные, анализов, показатели и так далее. И вот совокупность этого всего может привести к какому-то определенному заключению. Давайте посмотрим, что мы можем посмотреть на АПК «Видопульс» вот в модуле меридианы. Но прежде всего, это три меридиана, на которых нужно обратить внимание. Первое – это меридиан трех обогревателей. Ну, понятно, да, это меридиан, который отражает в целом состояние эндокринной системы. В целом баланс, эндокринный баланс. Далее – это меридиан почек. Меридиан почек – это тот канал, который, так скажем, ассоциируется не только с продукцией мочи, с выделением мочи, но еще меридиан почек и заведует и половыми функциями. И меридиан печени. Почему меридиан печени? Может быть, это, как бы, казалось, окажется странным. Тем не менее, в печени происходит метаболизм половых гормонов. Метаболизм, да, то есть, так скажем, завершение жизненного цикла половых гормонов – это то, что осуществляется в печени. Поэтому по совокупности вот этих трех меридианов можно также предположить об изменении, допустим, со стороны женской половой сферы, женских половых гормонов. Вот здесь я привожу, так скажем, скриншот состояния, где с одной стороны есть изменения со стороны меридиана почек, а с другой стороны меридиан трех обогревателей. Вот такая совокупность и три обогревателя, в целом эндокринный баланс и меридиан почек, являются, как бы, таким вот напутствующим моментом, чтобы разобраться, нет ли каких-то изменений со стороны вот изменения половых гормонов и изменения функции женской половой сферы. Следующий модуль, на который мы обращаем внимание, это недана. Недана мы смотрим на разрешение тхату. Если мы говорим о тхату, а это ткани, то здесь мы смотрим две ткани. Это тхату шукра и тхату медас. Почему так? Ну, прежде всего, шукра, что мы должны сказать? Шукра – это высшая ткань, непосредственно ассоциируется, ну, дословно, это семя. Если мы говорим сегодня о женском организме, то в женском организме шукра ассоциируется с особенностями и всеми правилами созревания фолликула, с цикличностью созревания фолликула, с созреванием яйцеклетки. Вот это шукра. И медас. Медас – это в целом жировая ткань. Почему мы смотрим еще и на медас? Потому что в жировой ткани экспрессируется… То есть жировая ткань, мы будем так говорить, она влияет на продукцию половых гормонов. А, в свою очередь, половые гормоны влияют на состояние жировой ткани, и существуют тонкие механизмы регуляции. Нужно сказать, что в жировой ткани экспрессируются эстрогеновые рецепторы. И существует выработка половых гормонов в организме женщины, не только в яичниках, да, это основное место их выработки. Но существует еще немножечко, нужно сказать, что половые гормоны вырабатываются еще в надпочечниках. И я говорила об этом на прошлом вебинаре, что в надпочечниках вырабатываются половые гормоны и женские, и мужские в каждом организме. А еще местом продукции половых гормонов является жировая ткань. Это, так будем говорить, экстрагонодальный синтез гормонов, то есть вне половой системы. И, соответственно, на Медос, да, тоже нужно посмотреть, как себя ведет. Вот здесь я привожу два случая, когда шукра находится в состоянии напряжения, а Медос в состоянии некоторого истощения. То есть они могут вести себя по-разному. Они могут как находиться в состоянии напряжения, так и истощения. А могут совместно находиться в состоянии напряжения и Медос, и шукра. То есть это тоже является неким косвенным признаком изменения со стороны функционирования женской половой гормональной сферы. Следующее – это биоэнергетика. Ну, в биоэнергетике мы смотрим и оцениваем в целом мощность биоэнергетического поля, которое оценивается, да, у нас здесь дается общее представление. А дальше у нас идет распределение энергетики по внутренним органам. И мы с вами знаем, что очень условно и очень относительно распределение должно быть примерно равноценное между всеми этими органами. Но бывают ситуации, когда какой-то орган истощен. И вот в данном случае мы видим, что со стороны эндокринной системы в целом эндокринного регулирования идет некое истощение. И со стороны почек идет также истощение, что также является таким вот косвенным проявлением возможных изменений со стороны гормонального фона женской половой сферы. Еще раз хочу сказать, то есть каких-то конкретных таких вот проявлений на АПК «Видопульс», которые бы нам четко сказали, да, изменение вот этого показателя говорит о том, нет. Совокупность вот этих всех показателей, которые можно посмотреть по этим трем вкладкам, способствует тому, чтобы вот подумать о каких-то возможных изменениях. В целом я все, что хотела, я рассказала. Я вижу, здесь появился вопрос. Я сейчас его сначала прочитаю. Так, если полностью все удалено. Ну, на «Видопульс» мы все равно, если даже, так скажем, да, совершенно ничего нет, ни матки, ни яичников. Ситуация, конечно, очень печальная. И мы понимаем, когда такое может случиться, да, но это, как правило, скорее всего, онкологические процессы были, привели к таким изменениям. На «Видопульсе» даже без, так скажем, с отсутствием, да, какой-то системы могут быть изменения по этим трем вкладкам. Они могут как раз отражать, как правило, это истощение. Да, истощение, потому что, ну, нет гормонального фона. Если с точки зрения аюрведы, ну, прежде всего, это возможно использование, так скажем, аюрведических препаратов, гормонозаместительная терапия, да, общее, так скажем, название, которое основано на применении фитокомпонентов. Я сегодня их конкретно не привожу, потому что, ну, это не являлось целью нашего сегодня вебинара. Ну, если вы хотите, то мы можем посмотреть, какие непосредственно и аюрведические, и в целом фитопрепараты можно при этом порекомендовать. Сделайте в чате шифры. Попробуем? Ну, это вопрос технического характера. Если вопросов больше нет, то я всех благодарю за внимание. Ну, а вот по поводу вопроса, который... Если можно потом, если это мне, то можно. Напишите. Ну, хорошо, то есть вы задаете вопросы по поводу климакса, да, то есть это целая, ну, целая тема, целый вебинар, который можно посвятить тем изменениям, которые происходят в организме женщины с наступлением менопаузы и с уже климактерическим периодом. Поэтому сейчас я так рекомендации давать не буду. Возможно, у нас будет вебинар, который будет посвящен. Хорошо, мы учтем это. Всем большое спасибо. Всех благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...